В эфире информационная программа события в студии Светланы Дёмина и вот о чём речь пойдёт сегодня в выпуске. Новые антиковидные ограничения и крайние меры. В областной больнице вынуждены перестать принимать пациентов с другими диагнозами. Мы останавливаем под лечение ковида областной больнице. Не укладываются в сроки. Отставания по реконструкции на ряде объектов в рамках федеральной программы могут дорого стоить региону. Срывать нельзя, потому что это приведёт к потере привлекаемых федеральных средств. Они выбрали работу с детьми. В свой профессиональный праздник педагоги принимают поздравления. Профессия учителя – это не работа с бумажками. Это работа с человеческими душами. Напряжённая ситуация с распространением коронавируса вынудила органы власти пойти на крайние меры. Так, в областной клинической больнице имени Бурденко прекращается плановая помощь пациентам. До 7 октября учреждение полностью перепрофилирует подковидных больных. Таким образом, единственным учреждением в Пензе, где сохранится госпитализация, останется региональный сосудистый центр при 6-й городской больнице. Кроме того, в областной детской больнице сейчас развернуто 200 коек для маленьких пациентов с подтверждённым недугом. Это при том, что ещё в августе их было около 40. Я хочу обратиться ко всем жителям и попросить их, без необходимости, не выходите сейчас из дома. И если есть какая-то необходимость, обязательно соблюдайте все меры личной безопасности. Соблюдайте социальную дистанцию. Обязательно носите маски. Сейчас этот призыв ещё более актуален, чем полтора года назад, когда мир только столкнулся с пандемией коронавируса. Такой сложной эпидообстановки, говорят в областном Минздраве, не было ни в одну из волн. В ковидных стационарах более 3200 человек. 140 из них на грани жизни и смерти. В отделениях реанимация. Идём на беспрецедентный шаг. Мы останавливаем под лечение ковида областную больницу. То есть идёт перепрофилизация и остановилась плановая госпитализация в областную больницу. Областная больница в эти дни полностью перепрофилируется под лечение ковида. То есть этим самым мы в сеть вводим ещё 550 коек, которые обеспечены кислородными точками. Областную больницу имени Бурденко закрывают под ковидных пациентов полностью с четверга. При этом ежедневный прирост инфицированных около 250 человек. Пока же в регионе развернуто порядка 4000 коек. Под борьбу с опасным недугом сейчас перепрофилированы 24 медучреждения. Ситуацию осложняет то, что вирус постоянно мутирует. Достаточно широкая циркуляция нового геновируса, что самое ковида, среди населения. У каждого ввода подтверждается результатами педроследований. И за период последних двух месяцев исследовано 181 образец больных из Пензенской области. И выявлено половина из них с атипичными вариантами возбудителя. В ближайшие месяцы в Пензенской области оборудуют четыре кислородные станции. Две в Киме, одну в четвертой городской и одну в больнице имени Бурденко. Но главными причинами того, что ситуация с коронавирусом обострилась, специалисты называют несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. И то, что на прививку от COVID-19 решились далеко не все. До требуемого показателя в 60% иммунизированного населения необходимо привить еще почти 220 тысяч жителей региона. Тем временем в областном Минздраве разрабатывают дальнейшие ограничительные меры. Среди них, возможно, обязательная вакцинация. Медицинские работники, работники торговли, работники транспортных всех служб, социальные работники. Общепит. Общепит. То есть это вот те категории, которые сами подвержены большой вероятности заражения и которые могут быть источниками заражения большого количества людей. То есть здесь два принципа берется за основу. Поэтому сейчас мы все изучаем, взвешиваем. И я думаю, что в ближайшее время будет уже решение по этому направлению. Пензенская область вернулась к ограничениям, которые действовали на заре пандемии. Вновь под запретом массовые мероприятия, а также приостановлена деятельность фудкортов. Последние теперь могут работать только на вынос и доставку заказов. Анна Ворнова продолжит. Сигнальная лента теперь главный элемент декора на фудкортах в торговых центрах региона. Посидеть здесь пензенцы вряд ли смогут в ближайшее время. Накануне в нашей области из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации вновь усилили ограничения. Впрочем, к такому развитию событий в точках общепита были готовы. Опыт уже был. Изменения, в принципе, такие же были прошлой весной. Точно такие же ограничения вводил наш город против ковида. Мы сейчас изменили свою работу полностью. Мы не выдаем гостям заказы в руки. Мы их выдаем в пакетах на вынос, без контактной выдачи заказа полностью. Также гости могут заказать через мобильное приложение, либо могут заказать на доставку. То есть минимизировали количество контакта с нашими гостями, между гостем и нашими сотрудниками. В этот раз гости уже более лояльно относятся к данным ограничениям, потому что, как я говорил, это уже повторные ограничения. То есть все к этому были готовы и, в принципе, конфликтов не возникает на сегодняшний день. Под запрет также попали массовые, досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные мероприятия и выставки. Все потому, что в регионе едва ли не ежедневно обновляется рекорд по количеству инфицированных. За минувшие сутки подтвердился 251 новый случай. Прирост почти на полторы тысячи человек в неделю даёт серьёзную нагрузку на систему здравоохранения. Нам прибавили инфекционные койки, и пациентов находится от 400 до 450. Все койки заполненные, при том, при всём, что пациенты стали более тяжёлыми, более быстро идёт прогрессирование заболевания и, наверное, менее ответственные. Почему? Потому что поступают в более тяжёлом состоянии, более запущенные пациенты. Тем временем в дошкольных учреждениях Пензы стартовала вакцинация малышей от гриппа. Естественно, предварительно был проведён опрос среди родителей. Прививку ставят только с их согласия, а также с учётом самочувствия ребёнка. О том, как организован процесс в городском детском саду номер 109, расскажем в следующем материале. Это согласие родителей, это отказ родителей. Отказ пока, вот видите, ну работаем с ними. В 109 детском саду Пензы подготовительную группу посещает 22 малыша. Но согласие на прививку от гриппа пока дали лишь родителя 8 человек. Сколько лет у нас не было гриппа. Я думаю, именно за счёт того, что была всё-таки вакцинация. Сейчас родители не все соглашаются, но потихонечку, потихонечку мы набираем всё больше и больше детей каждый раз. Всё-таки идут на вакцинацию. А другого выхода-то у нас нету. Нам надо вакцинироваться обязательно. Дыши. А ртом надо дышать. Молодец. Сдыхай. Проверка здоровья ребёнка – обязательная процедура перед вакцинацией. На меня смотри, мне смотри. На меня смотри. Всё. 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 Даже не касаюсь тебе. Не буду. Молодец. Для прививки используется отечественная вакцина «Ультрикс». По мнению врачей, это надёжная защита от вирусов гриппа А и Б. После укола иммунитет вырабатывается, как правило, в течение двух недель. Профилактические мероприятия могут затянуться, ведь из 134 воспитанников 109-го детского сада примерно четверть временно отсутствует. И причина тому – непростудные заболевания. Большая часть деток, которые не посещают детский сад, это причина, скажем так, домашний режим. Родители приходят в детский сад и пишут заявление, где просят сохранить место в детском саду на время, пока коронавирусная инфекция. Но и таким детям педиатры рекомендуют сделать прививку. И даже если малыш за недужит, то в лёгкой форме. И, что главное, без осложнений. Вакцинация от гриппа в Пензенской области продлится до конца декабря. К другим темам. В правительстве региона обсудили ход реализации программы «Стимул» в рамках федерального проекта «Жильё». В этом году с выполнением плана возникли некоторые сложности. На возведение объектов было направлено порядка 280 миллионов рублей. Причем большая часть – это средства из госказны. И если сроки будут сорваны, то в 2022-м заручиться такой финансовой поддержкой уже не удастся. Рассказывает Елена Моисеева. Насосная станция в Засичном и водопровод в Арбекове. Пока только два объекта из восьми запланированных к сдаче в этом году введены в эксплуатацию. На нескольких площадках установленные сроки сорваны. В том числе и за удорожание стройматериалов. И если работы по ремонту дорог движутся, то завершение строительства сетей водоснабжения в районе улицы Клары Цеткин и канализации на Антонова под вопросом. По итогам 9 месяцев общее выполнение составляет 72,7% от плана. Что пока позволяет региону находиться в зеленой зоне светофора Минстроя России по исполнению годового кассового плана. Однако с июня месяца мы падаем. Мы падаем и по реализации. Мы проваливаем ввод объектов. Если в ближайшее время подрядчики не ускорятся, то к региону могут применить санкции и отказать в финансировании из госказны в следующем году. Об этом знают в мэрии и держат ситуацию на контроле. Подрядчики работают. К сожалению, чуть медленнее, чем нам хотелось бы. Две дороги из трех. Работы полностью завершены. Мы в настоящее время оформляем документацию по вводу. Там есть вопросы с кадастром, с наложением земельных участков. Мы эти ошибки исправляем. По дороге в 6-м районе подрядчик на прошлой неделе в субботу закончил первый слой асфальта. Сейчас они заказывают. До конца недели асфальт, верхний слой полностью уложат. Объект, соответственно, тоже до 15-го 10-го введем. Вот проспект строителей была договоренность. Если мы километр вот этот не введем, или там участок вот от весны, который планировали в этом году, а теперь я понимаю, что это очень будет тяжело, то практически невозможно получить средства на следующий год. Потому что все договоренности, которые были достигнуты, они просто вот этим неисполнением просто порушены. Срывать их нельзя, потому что это приведет к потере привлекаемых федеральных средств. Значит, протокол, значит, обеспечить ввод, это на вашу, Андрей Вячеславович, личную ответственность по этим объектам. Это прежде всего автомобильные дороги в микрорайоне номер 6-7 объектов. Срок по ставим 15-го 10-го. Олег Мельниченко отметил, что стимул – это серьезная федеральная программа, в которую не так-то просто попасть. Александр Гришаев, в свою очередь, напомнил главе городской администрации, что пора проводить аукционы для объектов, которые намечено возвести в 2022-м. Крайний срок – 1 декабря. В Пензе на юбилейной площади перед зданием областной филармонии открылся музей тепла. Его построила компания «Т-Плюс» и пока это единственный подобный объект в России. О его возможностях и необычных экспонатах в нашем репортаже. Первый и единственный в России интерактивный музей тепла от крупнейшей частной энергокомпании «Паутэ-Плюс». И бесплатный вход как подарок для всех жителей Пенза. Интересный все-таки мультимедийный центр. Очень интересно будет посмотреть и познавательно, я думаю, для всех жителей города Пенза. Слишком такая интересная информация как бы для младшего возраста. Я думаю, что и для старших будет очень полезная и достаточно интересная. Поэтому мы рады, что «Паутэ-Плюс» все-таки сделали на нашей земле такой интерактивный центр познавательный. Думаю, что они будут нас удивлять и далее. Торф – это полезная горючая ископаемая. Достаточно экологически чистая. Однако у него есть один минус. Для того, чтобы получить хотя бы немного тепла, приходится перерабатывать огромное количество этого ресурса. В формате игры даже самые маленькие посетители поймут, как организованы самые сложные процессы в области энергетики. Интерактивный музей – это шанс увидеть, как организована ТЭЦ, что такое тепломагистрали, и узнать, какой путь проходит тепло от станции до наших квартир. Посетителей встречает главный инженер компании «Т-Плюс». Вернее, его проекция. Для начала нам нужна вода, которую будем нагревать. А взрослые здесь смогут еще и разобраться в бытовых вопросах. Например, прибором учета и тому, куда уходит тепло из дома, здесь посвящены отдельные зоны. Так что из этого музея вы точно уйдете с прикладными знаниями. Очень необычный для нашего города этот музей. Мне показалось, что такого у нас еще не было. Интересная подача информации, все очень доступно. Поймет даже младший школьник. Все наглядно, интерактивно. Все выполнено наглядно, просто и доступно. То есть любой человек может разобраться в самом сложном процессе. Энергетика – это сложные процессы. Но мы постарались сделать так, чтобы это было все доступно. Музей стал еще одним подтверждением, что компания «Т-Плюс» не только выполняет свои прямые обязанности поставлять тепло и горячую воду в дома, но также выполняет социальные и образовательные функции. Выставка на площади перед областной филармонией пробудет две недели. Через мгновение мы продолжим. Оставайтесь с нами. Инвестировать надо с надежным партнером, в чьей экспертизе вы уверены. Финам – это удобное приложение для инвестиций, своя аналитика и готовые решения для инвесторов с любыми целями. Скачайте бесплатное приложение «Финам Трейд» и станьте инвестором уже сегодня. Финам – брокер для умных инвесторов. Организация «Похорон» 30-55-55. Круглосуточно. Продолжаем выпуск. В Пензенской области с ограничениями открылся 229-й театральный сезон. Но в связи с ухудшением в регионе эпидобстановки показ спектаклей временно приостановили. О том, как в храме Мельпомены складывается работа в эпоху коронавирусной инфекции, в программе «Экспресс-тема» расскажет режиссер Кирилл Забарихин. Все перешли на онлайн-формат. Это было тяжело. Для меня это вообще очень трудно относительно неживого театра. Мы репетировали онлайн с ребятами, хотя находились там в соседних домах. Репетировали с учильща, кстати, пензенского, драматического. Уже начали репетировать тогда по Зуму. Было тяжело, но, слава богу, мы все были на связи. И как-то и зритель подключился в онлайн-формат. И мне кажется, как-то легко я это пережил. Более подробно о жизни областного театра драмы и проектах, которые созданы в период пандемии, узнаете из программы «Экспресс-тема». Она выйдет в эфир нашего канала сразу после этого выпуска событий. До введения в регионе усиленных антиковидных ограничений в Пензенском музее одной картины успели презентовать новый проект «Театр слова». Основу постановки составили стихи поэтов Серебряного века Маяковского, Гумилёва, Мандельштама, Ахматовой и других. Альбина Баишева расскажет подробнее. У него глаза такие, что запомнить каждый должен. Мне же лучше осторожней. Но в них и вовсе не вредить. Красивую и трогательную историю любви они пересказали в стихах. Новый проект артисты Пензенского театра «Слово» посвятили знаменитым авторам Серебряного века, эпохи 20-го столетия, когда творили Есенины, Маяковски, Ахматова и Мандельштам. И каждый из них считал своим долгом отобразить в своих строках взаимоотношения мужчины и женщины. Зимняя ночь, верясь наведению, я вышел из людных и ярких залов, где душные масты улыбались пенью, где я ее глазами жадно провожал, и она вышла за мной покорная. Декорированием сцены занимался Анастасия Суднева. Еще одну работу она создает прямо на глазах у зрителей, наряду с музыкальным оформлением и поэтическими строчками. Все это рождает особую атмосферу в зале. Нужно было соединить стихи с музыкой. И далеко не всегда это просто. Ведь у стихов есть собственная музыка, и мы привыкли к ней как к музыке слов. И когда начинаешь на нее накладывать музыку звуков, создается очень интересное сочетание. Есть театрское чтение, а есть актерское чтение. Я вот приверженец актерского чтения. Более того, каждое стихотворение – это маленький спектакль, если его, конечно, подать правильно. Пензенский зритель не избалован такими постановками, а потому спектакль пришелся по душе всем, кто провел этот вечер компанией артистов Театра Слова. В селе Николаевка Пензенского района на родине путешественника и исследователя Аляски Лаврентия Загозкина завершился второй фестиваль «Юконский ворон». Праздник планировали провести еще в мае, но тогда из-за противоэпидемических ограничений его пришлось отложить. На этот раз до введения в регионе новых запретов организаторы успели. Подробности в материале Ольги Сайгановой. В ту ночь ему приснился сон, в котором он говорил, что сердце его успокаивает единственная мысль, что спустя много лет его родина вспомнит, поймет и оценит. Так на родине покорителя русской Аляски Лаврентия Загозкина начинается второй по счету фестиваль в его честь. Название празднику организаторы выбрали символичное «Юконский ворон». Этим именем пензенцы называли индейцы северных племен. А сегодня это целый проект, посвященный личности исследователя. Память восстанавливают буквально по бревнышку. По описаниям самого Загозкина, активисты русского географического общества воссоздали в обычном селе копию Михайловского редута. Было окно на север Аляски. И вот в этом помещении, я вам говорил, также располагался склад, склад, где находилась и провизия, и товары, которыми торговались туземцами. То есть это вот функции редута. Функции редута, в общем, они носили, как вы поняли, административный характер на севере Аляски. Ну, Лаврентий Алексеевич Загозкин проводил здесь очень много времени, готовил свои экспедиции. Село изменилось, наверное, не из-за редута. Село изменилось с того самого момента, когда мы впервые услышали о том, но жители села услышали о том, что здесь родился великий русский путешественник, исследователь Аляски, Лаврентий Алексеевич Загозкин. Вы обратили внимание, здесь брус, а не круглые бревна. Но пока идут еще работы, пока только строительство, потом это все будет укрепляться, внутри это будет защищаться. Организаторы специально не ставили двери и окна до приезда гостей, чтобы каждый убедился воочию. Брус соединяли практически без гвоздей. Без них было не обойтись только разве что при возведении кровли. Все делалось вручную по технологиям 19 века. Четыре воссозданные постройки – это оружейная комната, казарма, в которой размещались 25 служивых людей, церковь и форпост, непременно с флагом русской Аляски. Хотелось бы в будущем, но это уже не в рамках проекта, в рамках уже наших будущих проектов, сделать здесь рядышком индейское поселение, потому что по описаниям Загозкина тоже селились туземцы рядом с фортом. Ну, еще не хватает здесь, конечно, шести пушек. Вот это, конечно, наша мечта. Ну, будем работать, будем развивать этот объект. После завершения строительных работ в воссозданном Михайловском редуте разместится районное отделение Русского географического общества. И, конечно, активисты и сельчане не сомневаются, что эти четыре деревянных здания, за которыми целая история жизни, путешествий и поисков Загозкина, привлекут сотни туристов. Масштабное торжество по случаю Всемирного дня учителя, которое отмечается сегодня, в Пензе вынуждено пришлось отменить. Вновь напомню, что проведение в регионе любых массовых мероприятий запрещено с 4 октября. Впрочем, это не означает, что педагоги останутся без поздравлений. Слова благодарности в свой адрес сегодня не раз услышали и герои нашего следующего сюжета – преподаватели первой городской классической гимназии. ПЕСНЯ Когда-то Алексею Васильеву прочили успех на вокальном поприще. Он закончил музыкальную школу и дважды выступал на детском Евровидении в 2008 и 2011 годах. Но тяга к спорту оказалась сильнее. Окончив факультет физвоспитания ПГУ, пришел работать педагогом в первую гимназию, в которой учился до поступления в ВУЗ. Так, хватит шуметь! Объясняю задание. За красную линию становись. Задание очень сложное. Какое-то приятное ощущение, когда дети говорят тебе спасибо, когда подходят тебя, обращаются к советам, которые родители не могут сказать по причине либо занятости, либо не знают ответа. Что это такое за выражение? Ильфо, ильфодра. А начинался путь в профессию для Васильева здесь, в аудитории французского. Его бывший классный руководитель Ольга Милованова учит детей не только иностранному языку. Мудрые советы педагога помогли многим ее воспитанникам и прежде всего тем, кто также выбрал учительскую стезю. И если отдаешься профессии, то есть работаешь как профессионал, ты заинтересовываешь, зацепляешь детей, то у тебя всегда будут последователи. Обязательно. И я горжусь тем, что есть такие у меня ученики, которые продолжают работу в нашей профессии. Следующих 2022-х будет юбилейным для Ольги Петровны 40 лет работы учителем. Но это, по ее словам, не повод, чтобы подводить итоги, пусть даже предварительные. К этому часу все новости. Я с вами прощаюсь. До встречи. Завтра на западе Бензенской области преимущественно ясная погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью от минус 2 до плюс 1, днем 9-11 градусов тепла. В восточных районах Пензенской области переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью 1-2 градуса мороза, днем до 9 градусов тепла. В Пензе ясная погода, осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, днем 10 градусов тепла. Атмосферное давление составит 769 миллиметров ртутного столба. Официальный курс Центрального банка России 1,72 рубля 57 копеек 1,84 рубля 17 копеек 1, Продолжение следует...